Ну, буквально, не знаю, с первых часов захода ВСУ в Курскую область говорили о том, что не так далеко от этого места, от места входа, вторжения, находится Курская АЭС. И, вроде бы, сначала даже фиксировалось движение по направлению к ней, и поэтому много было разных сообщений о том, что какая там охрана, и что в охране якобы остались одни женщины, и, значит, что там у них никаких инструкций нет и всего прочего. В общем, разные варианты развития рассматривались, но пока, насколько мы понимаем, украинские, отряды украинских войск не по сравнению со вчерашним днём, по направлению именно к Курской АЭС продвинулись несущественно. Но вопросы эти все остаются, мы о них поговорим с Дмитрием Горчаковым из проекта Беллона. Дмитрий, доброе утро. Да, доброе утро. Значит, про Курской АЭС. Вы как оценили те сообщения, что у неё не осталось никакой охраны, персонал, ну, кроме женщин, и, значит, персонал не знает, что делать, никаких инструкций у них нет и так далее? Ну, насколько я понимаю, это было одно сообщение на условиях анонимности, непонятно, насколько этот человек в курсе всей ситуации, так что я бы пока особо не доверял этой информации, не рассматривал её как объективную и описывающую всю картину. Скажите, пожалуйста, а что касается станций, обычно у них предусмотрена какая-то охрана, какую-то, не знаю, оборона на подобные случаи? Случай, прямо скажем, небывалый. Ну, пока ситуация развивается, что будет представлять из себя этот случай, мы пока не понимаем, будет ли речь и там о штурме, об окружении и так далее. Конечно, обычная атомная станция – это мирный объект, он охраняется, но не на случай войны, нет, у него нет там каких-то вокруг танков и так далее, которые готовы отразить наступление атакующей армии, нет, конечно. Но, несомненно, эти объекты стратегические, они охраняются, но они охраняются на случай других угроз, террористических, там, просто каких-то провокаций и так далее. Это не предусмотрено на случай отражения армейской атаки. Поэтому там войска есть, но это обычно внутренние войска или Росгвардия, это не боевые подразделения, которые готовы там встретить вооруженного противника и так далее. Поэтому я не знаю, какая охрана, вообще какой сценарий. Ну, мы видим, что, в общем, российское руководство немножко в панике, они даже там те территории регионов Курской области, которые сейчас уже захвачены, не знают, что с ними делать. Поэтому я не думаю, что есть какой-то прям реальный существующий план о том, как оборонять Курску АЭС. Так что, не знаю, следить за развитием ситуации. Да, может быть, совсем дилетантский с военной точки зрения и с вашей будет вопрос, но, тем не менее, могут ли украинцы сейчас взять Курску АЭС? У меня нет ответа на этот вопрос. Мы не знаем вообще, какие у них цели, есть ли у них такая задача. Это уже после этого. Надо понимать, если есть такая задача, смогут ли они ее реализовать. Но, несомненно, понятно, что об этом говорят. Понятно, почему всплывает такой вопрос, потому что Курская АЭС... На самом деле, я писал об этом, по-моему, даже в марте 22-го года, когда шел захват Запорожской АЭС. И было понятно, что это крупномасштабная война, это никакая не ограниченная спецоперация, это захват крупных территорий, и это может прилететь в обе стороны. Я говорил о Курской АЭС, потому что она ближайшая на российской территории, которая находится границей Украины. 60 километров примерно, сейчас уже меньше, где-то 50 километров. Поэтому понятно, что разговоры такие идут. Мы не знаем, что будет, смогут ли захватить или нет. Но я скажу, что мы в ходе этой войны, и даже начиная с 2014 года, уже видели, к сожалению, сейчас, в 24-м году, 21-го века, мы вынуждены обсуждать такие вопросы, как потенциальный захват или реальный захват ядерных объектов. Это абсолютное безумие с точки зрения международного законодательства, с точки зрения конвенции о ядерном терроризме. Формально любой захват ядерного объекта, вооруженный захват силами неофициальными, с другой стороны тем более, может рассматриваться как акт ядерного терроризма. Но мы наблюдали уже такие вещи, естественно, Запорожская АЭС, все о ней знают, до сих пор захвачена. Но был и захват Чернобыльской станции в первый месяц войны, через полтора месяца оттуда ушли. А в 2014 году, во время аннексии Крыма, был захват тоже не вооруженный, но все-таки это захват исследовательского реактора в Севастополе. Поэтому такие вещи, к сожалению, становятся обыденностью. Поэтому мы вынуждены ориентироваться на, как это будет происходить. Вот это важно, как будет происходить, насколько могут быть риски для именно ядерной безопасности, а не сам факт захвата. Сам факт того, что войска могут подойти и захватить территорию, где находится ядерный объект, к сожалению, уже допускается возможным. Мы видели такие случаи. Здесь важно, чтобы, если такое будет, если будут подходить войска к катанному объекту, неважно, Курск, АЭС, любой другой, чтобы он захватывался не в результате штурма, какого-то боевого противостояния с применением тяжелой техники. Это будет нести непосредственную и серьезную угрозу для ядерного объекта. Важно, чтобы этого не было. Важно, чтобы обороняющая сторона не превращала этот объект в укрепленную какую-то, в Брестскую крепость, которую будут охранять до последнего солдата. Это сделает ее легитимной целью, и это приведет, несомненно, либо к разрушению, либо к созданию серьезной угрозы. И даже если этот объект будет захвачен, то есть это безумие, что мы это обсуждаем, но мы вынуждены обсуждать на третий год войны, как могут быть захвачены ядерные объекты наиболее безопасно. Совершенно безумно. Запасный способ захвата ядерных объектов. Я, прошу прощения, я просто зацеплюсь за то, что вы сказали. Но ведь Украина как раз, когда захватывали Запорожье ТАЭС, это произошло в самом начале войны, не превращала ее как раз в оборонный объект укрепленный. Но Россия, когда захватила ее, ну превращает, не превращает, но военные там есть, и они ее удерживают, насколько я понимаю. То есть там ровно обратный сценарий. Я о том и говорю, что у нас, к сожалению, это абсолютно не предусмотрено никакими нормативами, международными соглашениями, и мировое сообщество к этому не готово. Но практика, жизнь показывает, что уже три минимума объекта были захвачены за последние годы. И это не набор статистики, но мы можем немножко сравнить. Грубо говоря, Чернобыльской АЭС, когда захватывали, не было боестолкновений. Защитники, которые реально, это не военные, там были просто вот охрана объекта, такая же, как сейчас на Курске АЭС. Они просто в результате переговоров сдались, не было, по-моему, даже ни одного выстрела. И с точки зрения безопасности объекта, это, ну, наверное, лучший сценарий, да, лучше сдаться, не надо воевать. Когда захватывали Запорожскую АЭС, там были защитники, была перестрелка, российская сторона применяла тяжелую технику, стреляли танки. Это недопустимо. Так делать нельзя. То есть, ну, боестолкновение само по себе, даже стрелковое, это не так опасно. Но когда вы вводите тяжелую технику, чтобы захватить этот объект, это не нанесет риски. И тогда были там, стреляли там, летели снаряды в сторону энергоблоков. Это, грубо говоря, когда захватывали Севастополь, там не было тоже выстрелов, захватили целиком территорию. Так что, к сожалению, глядя даже на эти три примера, можно сказать, что если в случае, если будет реальная угроза, когда ВСУ подойдут Курчатовская АЭС, то лучше бы, конечно, мы никогда такого ядерного эксперта об этом не говорили, но лучше, чтобы ее не штурмовали, не атаковали, не пытались захватить силой, а обошли, грубо говоря, со сторон, блокировали, ну и все, ну и пусть. Там деваться некуда будет защитников, там нет тяжелой техники. Я надеюсь, что Россия не введет туда тяжелую технику, сделав это каким-то укрепрайоном, и использовала бы потом эту атомную станцию как прикрытие, чтобы ее и не захватили, и с этого места вести огонь по наступающим войскам. Я надеюсь, этого не произойдет. Поэтому либо ВСУ быстро подходят, окружают район, и она оставляется, грубо говоря, в тылу у них как бы позади, и они там движутся дальше. Это наиболее безопасно для ядерного объекта. Ну, либо они не подходят к ней настолько быстро, чтобы, настолько близко, чтобы и остановиться там, чтобы Россия потом могла как-то использовать этот объект как зонтик, как сейчас происходит Запорожская АЭС. Она превращена в базу, с которой могут наноситься удары и так далее. Запорожская АЭС прямо на линии фронта. Курская АЭС пока далеко от нее, 50 километров. Где остановится эта история, мы пока не знаем. Да, посмотрим, какие уязвимые места. Да, ну вот в смысле, чем грозит удар, условно говоря, из танков, артиллерии, ракет по атомной станции? Это охлаждение, это реакторы? Насколько я понимаю, реакторы достаточно защищены. Может быть, нет? Может быть, нет. Здесь, опять же, вот, имея, к сожалению, вот этот ужасный опыт, уже накопленный, мы можем понимать нюансы. Мы можем сравнивать это зрение. Конечно, мы знаем Запорожскую АЭС. Отличие Курской АЭС-Запорожской, там другой тип реакторов. И когда мы обсуждали часто Запорожскую АЭС, я рассказывал о том, что вот это там реакторы ВВР, у них есть бетонные колпаки и так далее. Курская АЭС – это другой тип реакторов. Там работает два энергоблока сейчас. Всего их было четыре. Два старых уже заглушены, они не работают, но два работают. Опасная ситуация в том, что они работающие, в отличие от Запорожской, то есть они на мощности, любое повреждение, скажем так, риск аварии в случае нарушения работы каких-то важных систем, он гораздо выше. Мы, опять же, не можем знать, какой может быть сценарий. Если повредится охлаждение, да, это риск аварии по фукусимскому сценарию с охлаждением. Поэтому если будет реально риск захвата, лучше бы, конечно, чтобы эту станцию начали глушить, выводить реакторы в холодное состояние и так далее. Но тут важно еще то, что, да, это реакторы РБМ-качер, Нобельского типа, канальные. У них нет таких бетонных колпаков. Они не защищены так, как реакторы ВВР, например, Запорожская АЭС. То есть они более уязвимы для в случае атаки на сами энергоблоки намеренной или случайной. Это, ну, большое стрелковое оружие, конечно, тоже не страшно, но ракеты, артиллерийский обстрел, бомбы и так далее, все это, конечно, может привести атомная станция. Тем более реакторы РБМ-ка, они не рассчитаны на такие вещи. Реакторы ВВР более защищенные. Это же как чернобыльский реактор РБМ-ка. Такой же тип энергоблоков, как чернобыльский, да. Но нас не должно здесь смущать то, что чернобыльские. Сейчас речь не о том, что речь не идет об угрозе какой-то естественной аварии. Тем более, что после Чернобыля эти реакторы были модернизированы. То есть мы сейчас не обсуждаем то, что они, грубо говоря, не так безопасны, как чернобыльские. То есть там может случиться такая авария. Нет. Но это такой же тип реактора в том смысле, что мы знаем, какие у него системы безопасности. Мы знаем, что он чуть менее приспособлен, скажем так, к защите от каких-то внешних воздействий. Из-за того, что нет вот этого бетонного колпака у него, например. Ну и плюс он одноконтурный. Это уже более тонкие нюансы. То есть там, грубо говоря, вода, которая идет через реактор, она же идет в виде пара через саму турбину, в отличие от реакторов ВВР. То есть, грубо говоря, даже если в случае повреждения турбины, марш-зала и так далее, это может привести к выбросу радиации. Не такому большому. Речь все-таки не о ядерном топливе, а о воде, которая идет по первому контуру. Но это тоже нюансы, особенность, которую специалисты наверняка будут рассматривать и изучать в случае возникновения повышения риска захвата или какой-то аварии. Еще один маленький нюанс, касающийся технических деталей Курской АЭС, не действующих блоков, а строящихся. На Курской АЭС сейчас строятся два энергоблока. АЭС, ВВР, ТОИ, даже это самые современные энергоблоки, которые строятся в России. То есть, это важная показательная история для России, для Росатома. Это важный объект в том смысле, что это самая крупная атомная стройка внутри страны, которая сейчас идет в России. То есть, ну, понятно, мы обсуждаем, боимся ядерной аварии, но там для Росатома, например, очень не хотелось бы, чтобы какие-то вообще вещи повлияли на то, чтобы там приостановилась эта стройка, потому что это важный имиджевый, в том числе, проект. То есть, сейчас в России строится там только на Ленинградской АЭС один блок, в Сибири там строится небольшой малый реактор, а два крупных, самых мощных атомных энергоблока в России, которые когда-либо строились на территории России, строятся именно на Курской АЭС. И любая такая история, она может привести к срыву сроков и так далее. Это будет очень неприятная история для Росатома, как компании, как ядерной корпорации. Если вдруг захватывают ВСУ и подача электроэнергии прекращается, чем это чревато? Что обеспечивает Курской АЭС? В смысле, какие объекты она запитывает? Да. Ну, это крупный источник, два реактора, 2000 мегаватт. Там нет каких-то прямых. Энергосистема не устроена так, что есть какие-то объекты, которые напрямую подключены. Она дает систему просто в общую. Да, она дает в общую систему. Каков ее вклад? Сложно сказать, но она точно покрывает потребности всей Курской области. Ну, там, значительную часть, по-моему, там, больше половины всей Курской области обеспечивает Курская АЭС. Но, опять же, это единая энергосистема в ее масштабах. Мы видели, там, пару недель назад большие проблемы на юге России. Там огромный дефицит. Курская область, Курская АЭС относятся, там, не к южной системе, а к центральной. Там есть другие энергоблоки. То есть, я думаю, что это решаемый вопрос. Это не такая большая проблема, что если этот источник изъять, грубо говоря, это не будет ситуация, как Запорожская АЭС в Украине, которая обеспечивала 20% всей электроэнергии всей страны. Нет, Курская АЭС не такой большой вклад несет, поэтому это не самая большая проблема. И в случае захвата, я не думаю, что будет... Ну, реакторы, скорее всего, остановят, но с точки зрения безопасности, атомная станция все равно должна потреблять. Она должна быть подключена к системе, чтобы обеспечивать систему безопасности, как на Запорожской АЭС. Я не думаю, что это будет, потому что мы видим, что даже на Запорожской АЭС 2,5 года оккупация, она по-прежнему практически... Ну, с периодическими перерывами, но она все-таки подключена к системе, поэтому не факт, что там ее захват или там то, что она попадет на территорию, которая захвачена, то есть непосредственно объекта, территория вокруг автоматически означает, что ее там от всего сразу же отключат. Совсем не факт. Спасибо большое, Дмитрий Горчаков. Экологический проект Билона был у нас сегодня по Курской АЭС, одному из самых примечательных объектов в том регионе, который сейчас стал зоной столкновений, зоной боев на третий год так называемой специальной военной операции. Дмитрий Горчаков,